Около 80 человек написали в эту субботу «Тотальный диктант» в нашем городе. Люди самых разных возрастных категорий и профессий, от школьников до людей, давно вышедших на пенсию. Текст диктанта в этом году написал российский литературовед и писатель Евгений Водолазкин. Рассказ, названный «Волшебный фонарь», разделили на три части. В Рязани писали третью под названием «Невский». Я пришла проверить себя, то, как я знаю свой родной язык. Это очень интересно, тем более текст будет, насколько я знаю, актуальный в нашей современности. Очень интересно участвовать в этом процессе. Я просто хочу узнать, до какой степени я понизил свои знания, чтобы, может быть, ты их восполнил. Может быть, наоборот, повысили. Читаете наверняка ведь много. Читаю много, я почетный читатель библиотеки и имени Курска. Хотелось бы просто узнать уровень своей грамотности, потому что интересно. И потому что я просто давно ждала, когда это придет в Рязань. Потому что многие друзья в других городах, в других странах пишут. И хотела бы тоже поучаствовать, потом обменяться с ними впечатлениями. Организаторами акции в Рязани стало молодежное правительство Рязанской области и библиотека Горького. Это, несомненно, важно, поскольку мы знаем, что русский язык – это сновополагающий язык для нашего народа. Тем более, в год литературы, в преддверии огромного праздника 70-летия Победы, знать свою историю, свой родной язык. А мы прекрасно понимаем, что культура – это, в первую очередь, язык. И мы надеемся, что люди обратят внимание на грамотную речь, на то, что нужно больше читать и заниматься своим самообразованием. В Рязани акция проходит впервые, и площадкой для написания стала Горьковка. Диктант имеет свой лозунг – писать грамотно – это модно. Кстати, для тех, кто получит отличную оценку, библиотека Горького устроит награждение и вручит сертификаты. Торжественная часть состоится во время традиционной акции «Ночь в библиотеке» 24 апреля.